Доброе утро! Доброе утро! Потому что выяснилось вдруг, вот прямо перед эфиром, ребят, что учитель музыки у Дилана кто? Рассказывай скорее и рассказывай, как это было. Диджей Тайсон. И, Ольга, доброе утро! Если ты сейчас уже проснулась, и если ты в нерабочее время недолго спишь, то мы тебе передаем огромный привет. Это же так здорово! Ну и как? Как музыка? Как все это было? У тебя было ощущение, что ты встретил старого друга, когда познакомился с твоим новым учителем? Она очень хороший учитель, потому что когда там половина урока, и она думает, что мы уже устали за партами сидеть, и надо чуть-чуть встать нам потанцевать, и она нам включает какие-то современные танцы. Ну, это же потрясающе, получается? Да. Ты знаешь, я тебе желаю, чтобы музыка у тебя была всегда первым уроком. Вот тогда заряд той самой бодрости и того самого настроения будет на целый день потом, да? Во всяком случае, это то, что мы всегда чувствуем от эфиров Оль Тайсон шумой. Так что вот, привет получили, ура! Очень рада тебя видеть в студию, что ты сегодня нам поведаешь. Просто вот расскажи, о чем сегодня будешь чем радовать. Я расскажу про очень интересный остров, называется Аруба. Этот остров принадлежит Нидерландам. О, нидерландский остров Аруба. Интересно, сколько отсюда лететь? Часов пять или шесть? Ты был там уже? Да, там где-то часов четыре. Часа четыре. Слушай, ну, наверное, будет интересно и то, что ты чувствуешь по Арубе, и, конечно же, если кто-то еще тогда собирается, с твоих-то слов, а ты же никогда не врешь. Будет особо интересно узнать, что же там такого интересного. Спасибо. Ну, такой легкий каламбурчик. Давай-ка мы, наверное, представим, кто же у нас еще сегодня гостем в студии. Как ты думаешь, Дилан, с кого мы начнем? С взрослых или с еще одного гостя, который почти твой ровесник? Это я. Очень приятно быть утренней звездочкой. Тогда сразу же, да, переходим к тому, как это называется, тяжелой артиллерии. Игорь Ярастов с нами сегодня. Доброе утро всем. Доброе утро, Юля. Спасибо за очередное приглашение. И, как всегда, очень приятно быть у тебя в программе, особенно с такими утренними звездами, как сегодня у нас. Разреши тогда я представлю сразу, что со мной вместе пришел Дастин. Да, пожалуйста, представь, Дастин. Доброе утро, Юля. Доброе утро. И, Дилан, доброе утро. И, вы знаете, с вами какое-то совершенно другое настроение сразу наступает. Субботы вроде как, и вроде как все так после рабочей недели устали. А вас слышишь и понимаешь, да, вот оно, вот оно счастье, и вот оно, к чему нужно было бежать. Говорят, что иногда 1 сентябрь стоит целого лета. А у меня 1 суббота утро совершенно точно оправдывает весь рабочий интенсив в течение недели. Мы молодеем, на самом деле, с твоей программой, потому что ты вовлекаешь и нас, и тех, кто участвует, и слушателей, какой-то вот волшебный мир детства. И в то же самое время очень много полезной и классной информации, тем более дети к тебе приходят такие неординарные, с изюминкой, очень интересные. Так что спасибо тебе. У нас сегодня неординарный, с изюминкой, удивительный человек Дастин Диасамидзе. Диасамидзе. Дастин, это так невероятно было услышать, когда Игорь прислал мне в твою Санту-Лючию, в твоем исполнении. Я просто вспомнила, что, да, Робертина Лоретти, если бы у него в то время, когда он был таким юным, как ты, была программа «Утренней звездочкой» или несколько радиостанций, которые у нас здесь такие настоящие, которые радуют людей каждое утро, я уверена, что он, как и ты, тоже был бы гостем. Гостем в программе «Игрировство». Ну, это не моя программа, это моя, на самом деле, Робертина... Нет, нет, я говорю вообще. Ну, Робертина ходила на программы наверняка, итальянского, правда, телевидения, «Рая-1», там и так далее. А я как-то радийный, в основном его какие-то, да, истории вспомнила. Радийный тоже, конечно. Ну, здорово просто. Один только вопрос, прежде чем мы как-то уже начнем подбираться к тому, что спрашивать тебя, как ты, что ты. А, ты слышал имя Робертина Лоретти? А, да, я слышал Робертина Лоретти. Ты слушал и имя, и слышал его исполнение? А, да. Какие песни вспомнишь? А, я слушал Джамайка, Санта-Лучия. Ну, еще была песня «Мама» очень красивая, может быть, ты не слышал его? Да, я слушал. Вот оно что. Значит, эти все интонации невероятные. Это как раз от того, что ты знаешь исполнение Робертины Лоретти. Интересно, кому говорить спасибо за это? Учителю твоему, маме с папой или Игорю Ярастову? Я говорю маме больше. Потому что мама показала Робертина Лоретти, не сказала, чтобы смотреть. И мы нашли песенку, и мама сказала, ты можешь поучить, и потом не спеть, а спеть. Спеть эту песню ей, маме, да? Да. Ага. И ты подумал, почему бы нет? Какая красота. Какая это была песня? Это была «Мама». А-а-а. Вот это, да. А как мам зовут? Маму зовут Алтына. А давай Алтыну передадим привет, давай? Угу. Давай. Ваша ручка вот тогда в камеру. Мама, привет. Она совершенно точно нас слышит. И я тоже всем маму передаю привет, и своей маме передаю привет. Сейчас еще Дилан передаст привет. Дилан, а ты кому будешь передавать? Маме или папе? Или всем? Или Оле Тайсон Шумовой? Да, да, всем. Да, всем, конечно. Доброе утро. По-серьезу. А еще, когда Игорь сказал так аккуратно, а когда я пришел к тебе в программу, мы пришли к тебе в программу. Ребята, вот я тоже не идентифицирую себя, как я. Я мы. Потому что это и Катюша Субоцина, это Надя Гениуш, это все те, кто имеет прямое отношение к тому, чтобы эта программа была и была так заряжена на какое-то субботнее утро. В общем, так или иначе, еще передаем привет и Ави Кей, а я с удовольствием еще раз возвращаюсь к этому треку. Через неделю мы встречаемся с еще одной звездочкой такого же интересного масштаба по ту сторону океана. Они покоряют пространство в детских хит-парадах. Ну, а мы вот здесь уже несколько месяцев крутим и в УК, потому что песенка действительно заряжает также утренним настроением. И Дилан совершенно точно будет не принцем не смеянным сегодня, а абсолютно даже улыбакой. Хорошо? Доброе утро. Дастин, Диасамидзе, Дилан Халевский, Игорь Яростов, я Юлия Гениуш и всем-всем огромный привет. Доброе утро. Устаю, когда с утра до ночи, Не то, что сердце хочет, Мелодии нет и строчек. Я встаю, с утра и в море песен, Ныряю это честно, Мне мир мой интересен. Эти ритмы звуки, будто друга руки, Что судьба претянет нам. Всякий раз. Чуй даже кожи, я с тобою тоже. Поделюсь прямо сейчас. Три, два, раз. Встань рядом, дай руку, перестань цепать. Я хочу лопаться, хочу сиять, Я хочу сейчас танцевать. Встань рядом, дай руку, Maybe it's your chance. Это танец в вечере до утра, Это танец в столь и бэнс. Три, 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 Солнце светит никогда Мы прежде не скучали Под этими лучами Ни грусти, ни печали Мама, папа и дети Все на белом свете Это точно светит нам Чую даже кожи Я с тобою тоже Поделюсь прямо сейчас Три, два, раз Стань рядом, дай руку Перестань звать Я хочу улыбаться, хочу усилять Чуть-чуть танцевать Стань рядом, дай руку Maybe it's your chance Настанет свеча до утра Это танец, стопик, дэнс Говорят, да счастье Только шаг Ждет его душа И настанет час Ты со мной попробуй Не спеша Может, это ты сейчас Три, два, раз Стань рядом, дай руку Перестань звать Я хочу улыбаться, хочу усилять Чуть-чуть танцевать Стань рядом, дай руку Maybe it's your chance Это танец вечера до утра Это танец, стопик, дэнс Это танец вечера до утра Это танец, стопик, дэнс Это танец вечера до утра Это танец, стопик, дэнс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а мы продолжаем разговор. Так интересно, завороженно дети слушали Айболита. А вы вообще смотрели этот мультик-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я смотрела только фильмом «Болит», но это еще не до конца смотрела. Ага. Ну, ты знаешь, я думаю, что это такая какая-то очень отдельная история, когда ты мультика «Болит» смотришь, что это какая-то музыкальная сказка. Ну, а мы сейчас уже встречаем нашего гостя, потому как у нас сегодня премьера песен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятно представить студию Дастин Диасомицы. Дастин, у тебя такое интересное имя. Скажи, пожалуйста, сколько тебе уже лет? Мне 9 лет. И все это время ты занимаешься не только школой, но и музыкой? Да. Скажи, а ты на каком-то инструменте играешь? Или, может быть, ты занимаешься сразу музыкой везде-везде и поешь? И, может быть, в музыкальный театр у тебя там тоже есть, как в этом мультике Айболит? Я раньше играл в пианино, но сейчас нету интереса. А когда будет интерес на какой-то инструмент, я буду брать. Ага. Пока он только занимается вокалом специально. Но на самом деле, может быть, и правильно родители не заставляют насильно сейчас изучать. Потому что интерес все равно появится. Если он занимается музыкой, то это рано или поздно произойдет. Дастин Диасомидзе здесь с музыкальным консультантом, учителем и человеком, который в свой продюсерский центр, в свою студию звукозаписывающую, которая называется Global Mix. И, наверное, вы познакомились с Дастином при записи? Или расскажи, как ты нашел талант, Игорь? Очень интересная история. Она уходит довольно глубоко. Но я быстро ее расскажу, потому что очень интересно. И это, знаешь, в этом есть еще рукопожатие, когда, знаешь, эту систему рукопожатия. Конечно, опять рукопожатие говорят, да? Да, но тут вот прям вот второе рукопожатие. Поскольку на данный момент учителем, педагогом по вокалу Дастина является Ольга Ломтева, с которой мы учились в консерватории. А Ольга, она ученица Елены Образцовой. Фактически получается, что Елена Образцова, Ольга Ломтева, Дастин Диасомидзе. Вау! Ничего себе! Срабатывает вот эта система рукопожатия через века и океаны, на самом деле. Я очень рад. И как раз Ольга меня с ним и познакомила. Она преподает в школе Шостаковича, где Дастин учится, и у нее. И она попросила попробовать записать его на студии, что мы, собственно, и сделали. Мы пока записали только две песни, вот «Джамайка» и «Санта-Лючия», которые мы сегодня, может быть, успеем послушать. Я думаю, что успеем. И продюсер взял след. Да, мы обязательно успеем это послушать. И я сейчас тоже, уважаемые радиослушатели, сразу же вам это покажу, потому как, когда Игорь прислал мне этот удивительный, наверное, трек, я сразу поняла, что сегодня мы будем знакомиться. Запомните, пожалуйста, это имя Дастин Диасомидзе. Не пройдет, наверное, и десяти лет, может быть, даже меньше, когда мы будем видеть это имя, высвечивающееся на огромных билбордах. Замалька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Музыкальная школа. Музыкальная школа. Ну, красиво. А сколько тебе было лет, когда ты пришел в музыкальную школу? Я не был семь. Сейчас девять, значит, уже два года там. А какой твой любимый предмет в музыкальной школе? Мой любимый предмет... Пене. Мой любимый цон. Пене, вокал, наверное. А, мой любимый вокал, как это? Джамайка. Да, понятно, это еще и песенка. Про песню, да. Ну, красота. Скажи, а в обычной школе, когда ты учишься, не в музыкальной, у тебя там тоже есть любимый предмет? Да, а мой любимый предмет в школе математика. Математика? Да, поддерживаю тоже. Ой, и Дилану нравится математика. Дилан. И тебе тоже нравится вокал? Да, я хожу на него тоже. Конечно. Мальчишки, это же здорово, что вы здесь встретились, познакомились. Возможно, сложится дуэт. Дастин, спасибо за то, что так свободно делаешь. Все то, о чем рассказываешь, ясно, что это твой свободный выбор. А вот репертуар песни, которые петь, ты выбираешь или тебе говорит твой учитель, или тебе говорит Игорь Ерастов, или тебе говорит твоя мама? Значит, раньше, первый раз мы выбрали песенку, но потом... С мамой выбрали. Да, и потом Оля выбирала песенку. И когда мы хотим песенку выучить, а мы просто спросим Оля. Ах, вот она что, учительница. На самом деле, вот ты сказала про дуэт, возможный дуэт и с детьми, но ты прям как воду смотрела буквально вот 2-3 дня назад, может быть, для Дастина и для мамы это окажется сюрпризом, но я предложил Оле записать дуэт с Дастином. То есть сопрано, классическое сопрано с детским молодым голосом, может быть, будет какое-то интересное такое совмещение, поэтому совсем скоро ждите, мы выбираем сейчас как раз песню с Ольгой и попробуем с Дастином, он тоже должен сказать свое слово, нравится ему или нет. Если песня понравится и она у нас пойдет, мы обязательно ее запишем и будем представлять у тебя по доброй традиции. Обязательно, у нас здесь, на Роза и Радио. Дастин, еще один вопрос. А вот когда ты записывал эту песню «Джамайка» и «Санту Личию», которую мы сейчас послушаем в студии «Глобал Микс» у Игоря Ярастова, у тебя было волнение или у тебя было абсолютно какое-то даже нормальное состояние, как будто ты пришел к другу домой и стоишь у микрофона, он тебе помогает петь, ставит фонограмму. Что у тебя было по ощущению? Значит, сначала мне было нервис, потому что я не знала, что сделать, было в первый раз в студию. Ну, а потом Игорь и Оля мне помогали, чтобы не было calm, relaxed, и сейчас я хочу пойти в студию опять. Ага, понравилось. Ну, это такое дело, «Глобал Микс Студио», туда один раз не приходишь, туда хочется вернуться вновь и вновь. А, Дилана, ты уже тоже был в «Глобал Микс Студио»? Еще нет. Еще нет, но тоже, когда записываю песни, я записывал песни куча раз. Куча раз. Ну, надо подготовить, может, записать песню, потому что когда-то я должен был в ресторане исполнить их. Вот, попробовать на сцене. Да, ну, в ресторане на сцене. Ну, неважно. Ну, знаешь, на сцене, да? Еще бывают такие моменты, когда я сам, когда мы песни, которые мы готовим, я могу на какого-то день рождения, на папину, на маму, мы идем в большие рестораны. И из-за этого я не разрешаю, они знают, что я умею петь, они, поэтому они разрешают, что я могу выйти на сцену и спеть пару песен. Ну, это потрясающе. И они уже знают, как исполнители его, и поэтому доверяют. Ты начинаешь просто именно сцены осваивать, да, в разных форматах, и это очень красиво. А можно я у Дастина еще спрошу? Дастин, а у тебя сцена уже была? Или это сцена музыкальной школы? Или это сцена как-то где-то уже пел на сцене? Или пока только в музыкальной школе и в студии? Я вообще-то спел на сцене, в школе спел для таунт-шоу и на концерты. Совсем недавно на ярмарке, на большой ярмарке, на Брайтон-Бич, на юбилей, который проходил уже 45-й год, он исполнил как раз Джамайку, и это было просто фурор. Ну, конечно, мы же это слышали. Спасибо тебе, сейчас мы послушаем Александру Лючееву, твое исполнение, это также Global Mix Production, и спасибо, Игорь, еще раз за такого талантливого гостя. Спасибо маме, маме, спасибо, и учителю. Маме, ну, зафиксируйте, может быть, направить в какой-то нужный интересный момент. Учителя ждем в студии, а мы с Диланом, уважаемый Дастин, приглашаем тебя в радиошколу. А по понедельникам и пятницам, с трех до четырех, будем заниматься с тобой, чтобы ты мог совершенно свободно говорить о том, что тебе хотелось бы сказать всем людям, которые нас слушают. Потому как ты в музыкальном мире, у тебя совершенно точно какой-то удивительный талант, и будет очень интересно говорить с тобой на разные темы и знать, что ты об этом думаешь. Ну, а теперь твоя песня «Санта Лючия», опять же Global Mix Production. «Санта Лючия» «Санта Лючия» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дастин Диаса Мидзе Вот какой талант! А мы продолжаем это «Утренние звездочки» Утренние звездочки! А вот у нас и звездочки на вкусняшке пожаловали! А это наша любимая рубрика «Звездочки на вкусняшке» И Аурелия Стэйсен – это та самая звездочка, которая уже долгое-долгое время радует нас с вами, уважаемые, какими-то вкусовыми фейерверками! И все то, что она придумывает, можно очень легко выплатить у себя на кухне, как взрослым, так и детям, так и в общем всей семье! Аурелька, говорю тебе с огромным удовольствием! Доброе утро! Доброе утро! Чем ты сегодня нас радуешь? Ты знаешь, такой фурор произвели твои удивительные находки с творожком, когда ты делала здесь в студии творожок в рожке с какими-то удивительными ягодами, добавками, сиропчиками. И кто бы не смотрел нашу детскую программу «Утренние звездочки» с творожком, все говорят, ой, кто это за девочка? Это кто ж такое придумал? Можно посмотреть на канале YouTube «Руэсэйрадио», там есть раздел «Утренних звездочек», так же, как и в «Application», если наш зайти на телефоне, там тоже можно посмотреть видеоподкасты. И у меня есть такой бэкапный канал «Видеоподкасты с Юлией Гениуш». Если вдруг вы не можете найти там, то можно зайти всегда на этот маленький канал «Видеоподкасты с Юлией Гениуш» и посмотреть, как Аурелька готовит совершенно потрясающий из творожка десерт, который можно брать даже в школу на ланч. Ну, я тоже пробовал. Не вот этот десерт из творожка, а, по-моему, другой был. Такие пирожки, по-моему, она приносила, когда я был в прошлый раз. Было очень вкусно. Аурели, спасибо большое. Пирожки с мясом, да, я помню. Пирожки с мясом, это вообще незабываемо. Так, ну хорошо, давай, пока мы тут все будем умирать от любопытства, ты пока пути не время и скажи, на тему чего ты решила пофантазировать в этот раз? И может ли быть это приготовлено руками, допустим, Дилана и Дастина? У нас очень талантливый музыкант сегодня в гостях. Дастин Диасамидзе, тоже запомни это имя. Если уж мы с тобой будем кого чем угощать, то его абсолютно точно тоже вместе с Игорем Яростовым. Чем ты сегодня радуешь нас? Обычно мы же делаем гамбургеры из мяса. Но я подумала, почему не сделать как типа рыбные котлеты. И вместо мяса гамбургеры мы делаем гамбургеры из салмона, рыбы салмона. Делать это очень легко, конечно, но помощь родителей, конечно, нужна. Да. И это очень классно, потому что это можно всех собрать на кухню и делать все вместе. Ореля, у нее есть вопрос. Так. А вкус будет похожий как на филе офиш? Ну, это же рыбная котлета, так что вкуса салмона, конечно, будет. Но тоже же там рыба тоже есть в этом бургере тоже есть. Конечно, красота. В общем... Получается, как приготовить филе офиш вместе с салмоном. Вместе с салмоном. Нет, из салмона, да? Из салмона. Из салмона, да. Ну, хорошая такая тема, да. Давай сейчас тебе, Орелька, до конца рецепт говорит, и мы с тобой поймем, что же там делает филе офиш и как. Давай, Орелечка, пожалуйста. Да, делать его очень легко. Значит, берем, нарезаем салмон крупными кусочками. Кладем где-то четверть в фуд-процессор вместе с двумя чайными ложками горчицы. Потом мы даем поработать, пока смесь не превратится, типа, как паста. Добавляем лук-шалон и оставшийся салмон, и мы включаем режим на пульс. И мы не делаем это очень долго, потому что мы это делаем просто, пока рыба не будет слегка нарезанная такая. Потом положите смесь в миску и смешайте с панированными сухарями вручную. Потом сформируйте из них гамбургеры и поставьте их в холодильник, пока вы не будете готовы их жарить, потому что вы не хотите оставить рыбу просто так. Потом, когда вы будете готовить, наливаем масло в сковородку. И как мы знаем, что масло готово, мы берем деревянную палочку и кладем ее на дно сковородки. И если там пузырьки вокруг нее, значит масло готово. Жарим бургеры, и это моя любимая. Я чуть-чуть поджариваю эту булочку для гамбургеров, намазываю майонез, кладу листочки, помидор, лук. Даже иногда, я знаю, что люди очень любят, когда лук поджаривают. Аурелия, надо добавлять огурцы? Огурцы? Ну, огурцы туда я не думаю, но если это хочешь как гарнир, то, может быть, пойдет, да. И вы уже кладите, что вы хотите. Это, можно, разные овощи. И получается такой очень вкусный, очень красивый гамбургер из салмана. Ой, а ты знаешь, сразу захотелось у тебя спросить, а есть ли и щуки, получилось бы? Чего? Из щуки. Знаешь, есть такие кантлеты из щуки. Получилось бы или нет? Ты знаешь? Ну, я не знаю, можно попробовать. Спасибо. Если кантлеты, то, в принципе, все можно. Но самое вкусное, я знаю, что сейчас уже последний месяц люди ездят на природу, можно эти булочки поджарить на гриле. О-о-о, ну это вообще красота. Я уже хочу выехать. Игорь, ну-ка комментируй. Ну, вот всегда, когда Ауреля слушаешь, прям слюнки текут, хочется прийти ко второму завтраку. Ауреля, можно с Bluefish сделать вот этот бургер твой? Bluefish? Да. В принципе, можно. Если ты на фут-процессоре, ну, так же, в принципе, можно. Я думаю, что можно даже смешать, сделать такой букет, котлету, котлету-букет из разных видов рыб. Две разы открыли? А может быть и три? Нет? Не пробовала? Я просто спросила, потому что тут на Ботворке, ну, где, не знаю, Эммонс, Эммонс. А, на Эммонсе, на канале, да, это канал. На канале, там я один раз ночью я рыбачил, и я поймал три больших Bluefish. Охо. Там, я поэтому спросил, может быть, там, может быть, я там опять пойду на рыбалку, и, может быть, там поймаю опять Bluefish и сделаю этот вкусный бургер. Ну, свежая, вроде бы, даже вкуснее, конечно. Когда ты её сам ловишь, это даже ещё в тысячу раз вкуснее. Конечно, она свежая, не замороженная, сразу раз, и котлетка. Когда ты её даже сам ловишь. Ну, ребята, ну, вы сейчас совсем удивили. Помимо того, что ещё можно сделать это, ещё и можно это поймать. Ну, это уж совсем. Ребят, ну, спасибо большое. Аурелька, как всегда у тебя настолько интересно, настолько вкусно, и, конечно же, правильно Игорь сказал, кто первый завтрак сейчас побежал есть, то второй, а кто и третий уже. Спасибо. Мы очень ждём тебя в студии, и очень будем ждать ещё твоих рецептов, вкуснейших придумок твоих с какими-то творожками, йогуртами, кефирами, потому что вообще всё, что ты делаешь, это необыкновенно вкусно и здорово. Очень ждём тебя в студии. Хорошо? А тебе очень-очень хорошего утра и прекрасных путешествий. И вам тоже. Спасибо. Ну, наверное, Аурелька, ты, как всегда, и аппетит подняла, и яркость жизни увеличила, потому что с тобой всегда жизнь ярче. Ну, может, потому что вкуснее. Привет всей твоей семье. Очень тебя любим. Ох, ну вот и музыки вы нас слушали. И набегались, и набегались, и Дилан даже всем чай сделал, после того, как Аурелька таким прекрасным рецептом поделилась. У нас действительно завтрак полным ходом. Ну, такой, пока жидкий. Обязательно вернёмся сегодня к этим невероятным рыбным гамбургерам. Дилан явно впечатлён. Скажи, мы об Арубе же можем немного поговорить? Вот когда ты ездил на Арубу, у тебя там тоже, наверное, какое-нибудь, давай с блюда начнём, раз уж мы с вкусняшкой вышли, какое-нибудь твоё любимое блюдо было? В Арубе? Да, на Арубе. На острове, на острове Арубе. Я знаю, что это не национальное, это не блюдо Арубы. Я знаю, что оно было просто в ресторане. Это, наоборот, французское блюдо. Это я и сейчас её ем, я её сейчас и обожаю. Это круассан. А! Я думал, скажешь, лягушки жарят. В ресторане... На острове Кюрасау нужно есть круассаны, а на острове Аруба нужно есть... О, гамбургер с сальмоном. Фишбургеры. Сам... Я уже перепутал сам, он вместе с Арубой. Скажи, а вот почему этот остров называют уголком рая на земле? Что это такое? Вода там очень чистая, я знаю. Там очень большие пляжи, есть ещё маяк. Ага, ну... Которую зовут вроде Калифорния. Угу. А давай спросим у Дастина, Дастина Диасамидзе, который сегодня гостем своим талантом, пожалуй, он в утренней звездочке. Дастин, а тебе довелось уже побывать на Арубе? А, я не знаю. Остров Аруба. Ты знаешь, мне кажется, что если бы ты там побывал, ты бы это не забыл. Конечно. Остров Аруба. Игорь, а тебе? На Арубе не был. Угу. Ну вот сейчас нас как раз Дилан и просветит. Вот, почему все всегда хотят на Арубу, и если туда один раз попадают, то хотят вернуться туда опять. Вот, и это правильно. Так, рассказывай. Я сам много езжу на Арубу, потому что мой папа с крёстом очень сильно любит эту Арубу. Очень сильно. Я с мамой не так много, потому что она хочет развиваться, ехать разные острова и смотреть, что это такое. Мы следующий на остров, который мы подметили, это Торкес-Анкейкас. О, как интересно. Ты знаешь, что миллион туристов каждый год пролетают на Арубу. Ну, наверное, что-то их там привлекает. Неужели только маяк и неужели только чистая вода? Есть, когда говорят, что такая чистая вода, что, правда, с крана можно её пить, потому что самый первый фильтр, который эту воду очищает, был сделан, правда, на Арубе его тестировали. И был сделан на Арубе. Ну, это действительно именно так, и Нидерланды, и именно на Арубе, это из любого крана течёт настолько чистая вода, и престоноводных источников на острове было мало. И понятно, что именно поэтому океанская вода идёт в систему такого водоснабжения, присняется на специальном заводе, который и создали на Арубе впервые. Вот там была абробация, там вот это просто здорово, что ты об этом знаешь. Ты был там на экскурсии, или ты просто узнала об этом? Я там, я не была на экскурсии, но очень красивая там вода. Это я сам выучила с интернета, конечно же, смотрела факты, но Аруба – это такой остров, который, правда, ты на всю жизнь запомнишь. А на каком языке там разговаривают? Когда я там была, больше всего раз там разговаривали на испанском. Вообще там официальных языков два – нидерландский и ещё местный диалект, который называется папиаменто. Ну и английский, конечно. Как я думаю, папиаменто они разговаривали, но я просто не знаю, там испанском. На испанском, на английском, на вот этом папиаменто и нидерландский. Ну я больше всего слышала, что они разговаривают, правда, на испанском. Красота. Очень. Ну хорошо, знаешь, что Аруба считается за счастьем большим, самое большое счастье, это когда дождь идёт, потому что там дождей нет. Я просто не задумывалась об этом, когда мы туда прилетели, пошёл дождик. Небольшой, тёплый, летний, это было так здорово. Оказывается, что нас ещё и таким счастьем наградили. Один раз, один раз, мы только один, я один раз видел дождь на Рубе, и он был, правда, большой. Это когда шторм был там, потому что он, Сеша, штормы из Выбермудский треугольник идут, который в Карибии, в принципе. И получается, и этот шторм просто через нас прошёл. Серьёзно? Ну там просто было очень большой дождь, и всё там не было. Понятно, ну тебя, видишь, совсем осчастливили. Если на Рубе вы попали в дождь, то это просто повезло. Здорово. Скажи, а вот сколько тебе лет? Нет, девять уже. Девять. А сколько раз ты был на Рубе? Раз в каждой выходной. Раз в пять-шесть. Раз в пять-шесть за девять лет, то есть получается, смотри, если ты... Я сам даже не знаю. Если ты приедешь на Рубу ещё 15 раз, то тебя официально наградят званием посол доброй воли Рубы. Местное правительство награждает. Если иностранец на протяжении 20 лет посещает Рубу хотя бы один раз в год, официально этот человек награждается званием посол доброй воли Рубы. Так что если ты продолжишь своё путешествие с папой и с мамой, то представляешь, какое у тебя будет звание? У меня ещё было очень большое счастье на Рубе. Так. Я на Рубе впервые, ну, первый раз научился ходить. Я встал и начал ходить по коридору. Ничего себе! Вот это у тебя исторические события в жизни происходят. Вот это да. А что ещё запомнила? Вот ты говоришь, что там есть маяк. Что там с маяком и что такое интересное? Маяк называется Калифорния, потому что был один корабль, который плыл. И был один корабль, который плыл очень далёко по путешествиям. И его звали Калифорния. И во время, когда он как-то потонул, и я не знаю, как потонул. Да-да-да, ну говори. Он потонул, и все пассажиры в это время были на вечеринке очень большой. И ещё очень интересно на Рубе есть, это фламинго. Вот. Я очень-очень долго ждала, когда же ты поделишься вот этим своим ощущением от этой удивительной птицы. Какого цвета фламинго? Розовый. А почему? Потому что они... Они сразу рождаются розовыми? Нет. Так. Они ест вещи, которые едят. Ну, рачков розовых. Да, рачков. И поэтому становятся розовыми. И волшебство... Правильно говорят, мы есть то, что мы едим. Волшебство розового фламинго, таким образом, Дилан сейчас нам и открыл. Дилан, ты сейчас такими глазами смотришь на Игоря. Нормально загорелый человек. Ну, подумала, что кушает Игорь? Булочки, мясо? Я посмотрела, я просто посмотрела на очки Игоря. А, вот оно что. Это внутри линзы, они розовые выглядят. Слушай. Получается, его линзы тоже еле розовые? Скорее всего, это отражение. От прекрасного розового шарфика, который сегодня на шее Юли. Так, понятно. Отлично. Ну, в общем, розовый фламинго нас вдохновил на восприятие определенного спектра цветового. А помнишь, какие на Арубе деньги? Тоже доллары или какие-то другие? Какие-то другие. Вообще, у них само по себе есть своя валюта, а не дирвантцы. Арубанский флорин. На доллары тоже есть, да? Или гульден, они так еще его называют. Потому что, если проезжают из Америки люди, они только надо платить настоящим долларам. Скажи, а не встречалось ли тебе там змей увидеть? Змеи? Да, не случилось ли. Дело в том, что Аруба – это дом для исчезающего вида гремучих змей в мире, которых вот в природе в дикой осталось всего 230 особей. И вот там, представляешь, они и есть, гремучие змеи. Ну, и, конечно, так просто не появляются. И с людьми, понятно, что очень осторожны. Но это, наверное, еще одно счастье, если помимо того, что он у тебя еще и дождик сваливается, да? Осталась последняя вещь, чтобы поговорить. Угу. Она очень интересна. Это фабрика Алоэ Вера. Точно. Есть ферма Алоэ Вера, они там, они выращивают алоэ, и с алоэ они делают шампуни, они делают всякие мази. И это все для лечения. Это очень помогает для твоего здоровья. Спасибо. Это еще очень полезно, да, да еще и органик. Ты знаешь, я еще вспомнила о кроличьем сыче. Есть такая птица, кроличий сыч. И он живет в норах в земле, которые скрыты кактусами, эти норы. У меня есть вопрос. Сейчас договорю. И она один из национальных символов Арубы. И даже напечатается на почтовых марках. Если ты получаешь конвертик или открыточку сарубы, то знаешь, что та птица, которая там есть, это вот кроличий сыч. Представляешь, сыч это птица. А кроличий это, наверное, потому что в норе в кактусах живет. Не забыл вопрос? Давай. Поэтому я хотела спросить, эти птицы умеют очень высоко прыгать, как кролики. И же имя кролик? Кроличий сыч. Ты знаешь, я думаю, что помимо чемпионата любительского по винстерфингу, каждый год, который проводится на Арубе, нужно еще провести чемпионат, кто выше прыгает, кроличий сыч или кролик. Давай. Ну что, спасибо тебе большое за все, что так здорово объяснил. Сейчас у нас, например, будет осень, пойдут, наверное, какие-то... Ну, это же по закону природы, после сентября наступает октябрь. Ну и когда-то там в ноябре, может быть, перед декабрем, немножко дождей-то у нас вот подойдет. Но вот в этот момент, наверное, и надо ехать в Арубу, потому что 365 дней в году там солнечного света. Ну и, конечно, чемпионат любительского винстерфинга нужно тоже обязательно попасть. Думаю, что это то, что нам действительно куда надо держать курс. Спасибо большое. И вы только расскажите, какие у вас на учебный год курсы, курс, да, взят. Вот, например, Дилан, ты будешь заканчивать и свою школу, и музыкальную школу, или вокальную студию, и какие-то спортивные у тебя есть увлечения, для того, чтобы на каникулы поехать на Арубу. Я недавно начала делать спортивные уроки по футболу. Ого! Ну, тогда тебе успеха нарастить мышцы, быть самым метким и таким футбольным настоящим спортсменом, и обязательно на Арубе поиграть в мячик и увидеть там очень аккуратно и того самого кроликового сыча. И привези Марочку оттуда, ладно? А я раньше еще... А раньше я еще занимался двумя спортами. Сейчас я уже не занимаюсь... Это пинг-понг, можно считать, тоже как спорт. И плавание. Красота! Ну, видишь, все там как раз и на Арубе можно это все делать. Давай-ка еще спросим у нашего гостя, Дастин Диасамидзе. Дастин, а у тебя что в этом учебном году? Какая-то особая школа появилась или какие-то другие увлечения? Я поступил в НТС, это год. Ага. Это National Children's Horrors. Туда, кстати, ходил мой старший сын. Привет, добрый, мой Никитин. Это фантастическая хоровая школа в Манхэттене. Ты сколько раз туда ездишь? Неделю. Я езжу... Я езжу... Я иду там одну раз... One time a week. И что вы там делаете? Ну, я не пошел. Я не пошел. Класс начинается на 13-го. И да. В сентябре он только поступил. Ребят, ну, я желаю всем нам, чтобы у нас с вами хватило времени, возможностей и желания попасть на любительский чемпионат по висерфингу на Арубе. И мы там встретили наших дорогих мальчишек. И Дилана Халевския, и Дастина Диасамидзе. А может быть, Дастин там и спел бы на каком-нибудь концерте. Вот, на открытии или закрытии. Да и Дилан тоже не подкачал бы. Но и мы с Игорем Яраствовым тоже будем там, чтобы всех поддержать, и чтобы всем-всем-всем было хорошо, весело, любимо, тепло и красиво. Привет большое всем. И Аурели Стейсен, огромное спасибо за вкусняшки, потому что совершенно точно нам там с вами будет вкусно. И Диджей Тайсон тоже. И Диджей Тайсон, шумовый обязательно. Олечка, привет тебе. Сейчас еще передам привет Насте Островской, еще привет передам Соне, и Катюшу Суботиной, и Наде Гениуш. А ты привет, говори, Дастин. Привет маме, привет папе, привет сестра, привет всем. Ой, какой молодец. Привет папа, привет мама, привет крестный. Спасибо, до встречи через неделю. До утра не звездочки. Спасибо.